Всем привет! Вашему вниманию представляется спонсор этого видео, интереснейший игровой проект серверов вселенной. На этом проекте вы сможете увидеть сервера по целым четырем направлениям, а именно SCP Secret Laboratory, а также Space Engineers Minecraft и Stormworks. Если вы играете и вам нравятся эти игры, то советую попробовать эти сервера, ведь у них, как всему прочему, есть крутой Discord-бот, моды на Space Engineers, плагины на SCP Secret Laboratory, SCP-682, SCP-343, SCP-166, МТФ-Альфа-1, открытие дверей с картой в инвентаре, SCP-573, есть сервер с авто-ивентами, плагин на Теслу и Сталк. Также у них есть собственный сайт, где вы сможете узнать о Селене больше. А если вы хотите стать частью этого проекта, то это не проблема. Сам проект ищет модераторов, разработчиков и дизайнеров. Играйте на качественных серверах, таких как проект Селена. Все ссылки, разумеется, в описании. SCP-4999. Некто, наблюдающий за нами. Объект номер SCP-4999. Класс объекта. Кетер. Особые условия содержания. По причине невозможности или нежелания SCP-4999 появляться более чем перед одним человеком за раз, а также ввиду неминуемой и скорой смерти всех непосредственных свидетелей его появления, SCP-4999 по сути содержит себя самостоятельно. Все сообщения о фиксации появлений SCP-4999 с помощью камер видеонаблюдения, фотоаппаратов и других схожих средств наблюдения необходимо расследовать, а носители информации изымать для исследования. Косвенных свидетелей из числа гражданского населения следует обрабатывать амнезиаками. Описание SCP-4999 – это гуманоидная сущность неизвестного состава, внешне похожая на мужчину среднего возраста. Внешний вид объекта меняется от случая к случаю. Темный костюм является единственной неизменной чертой всех проявлений. Суть объекта и его намерения мало изучены ввиду крайне специфических обстоятельств его проявлений и того факта, что записи проявлений делаются лишь в редких случаях. При этом поведение объекта во всех случаях следует одной закономерности. SCP-4999 появляется только в присутствии человека, находящегося в одиночестве. Все такие субъекты, известные на сегодняшний день, были неизлечимо больны, смертельно ранены или находились на смертном одре. SCP-4999 появляется поблизости, в поле зрения субъекта, не более чем за 20 минут до смерти последнего. SCP-4999 проявляется только тогда, когда субъект находится в одиночестве и в сознании. Не было случаев проявления для людей, находящихся в коме, либо бессознательном состоянии или спящих. Объект также не появляется перед теми, за кем осуществляется уход, или кто находится в компании или под наблюдением других людей. После появления сущность усаживается поблизости от кровати, на которой лежит субъект. Если имеется мебель для сидения, если таковой нет, сущность либо продолжает стоять, либо сядет на полу или земле, так чтобы иметь возможность дотянуться до субъекта, не вызывая дискомфорта. Разместившись рядом, сущность извлекает из левого внутреннего кармана пиджака пачку сигарет и предлагает субъекту закурить. Если субъект соглашается, то SCP-4999 вкладывает сигарету в рот субъекта, извлекает одну для себя и прикуривает обе. Если субъект отказывается, то SCP-4999 зажжет и закурит сигарету сам. Затем сущность прикасается к субъекту, либо взяв его руку в свою, либо положив свою ладонь поверх ладони субъекта, либо положив свою ладонь субъекту на плечо. SCP-4999 остается рядом с субъектом, сохраняя молчание и неподвижность до тех пор, пока тот не умрет. SCP-4999 не замечен в каких-либо других действиях или отклонении от такого поведения и дематериализуется сразу после смерти субъекта. Единственным материальным свидетельством его появления остается данная субъекту сигарета. На сегодняшний день ни один субъект не пытался отстраниться от SCP-4999 или оказать какое-либо сопротивление, ровно как и вступить с ним в разговор. При этом известны множественные случаи, когда субъекты смотрели сущности в глаза, меняли положение, чтобы сущности было удобнее их касаться, пытались сами коснуться ее в ответ, начинали плакать, заметив SCP-4999, или благодарили его вслух за предложенную сигарету. У субъектов, перед которыми появлялся SCP-4999, есть ряд общих признаков. Исследование подтвержденных случаев показало, что вероятность появления SCP-4999 возрастает, если субъект живет в одиночестве, не религиозен, беден или бездомен, страдал или страдает от психических заболеваний, является ветераном боевых действий, не нарушал в прошлом закон и ни разу не признавался виновным в преступлении против личности, не имеет живых близких родственников, не состоит в браке, либо не имеет постоянного партнера, имеет невысокий или нулевой социальный статус в своем сообществе, не имеет значимых достижений как профессионал или как личность, не имеет или практически не имеет межличностных отношений, полезных для обоих участников, или же личные качества прошлого субъекта таковы, что субъект стал непримечательным, безымянным, покинутым, либо потерял значимость по меркам своего сообщества. Эксперименты с участием SCP-4999 не предлагались и не санкционировались, по причине того, что наблюдение за субъектом исключает возможность проявления, так и по соображениям этики. Обнаружение SCP-4999 был обнаружен в результате расследования набирающей популярности городской легенда, когда видеозаписи появления сущности фиксировались больничными камерами наблюдения по всему миру и попадали в интернет и на различные телепрограммы. Для поддержания статуса городской легенды были проведены ограниченные мероприятия по дезинформации, официально сущность была зарегистрирована 27 ноября 1998 года под номером SCP-4999. В течение нескольких последующих лет были проведены дополнительные исследования и сверка с информацией о схожих явлениях. Результаты показали, что несмотря на то, что твердые доказательства фактов появления SCP-4999 стали появляться чаще в последние годы, чему поспособствовало развитие фотографий и видеозаписи в современном мире. В мировой культуре, истории и мифологии существуют исторические записи и художественные описания фигуры со схожими свойствами, поведением и внешностью. В отдельных случаях возраст записей и описаний составляет несколько тысяч лет. Иногда они старше человеческой цивилизации. На сегодняшний день неизвестно, каким образом в более архаичных культурах фиксировалось проявление SCP-4999 ведется исследование. Я помню тебя. Перевод. О-5-1 лежал растянувшись на земле пустыни и медленно умирал. Перспектива смерти еще никогда не стояла перед О-5-1, а его ум отрицал саму ее возможность. Увы, фонтан молодости может многое, но нахождение в милях от него посреди ничего. После того, как тебя подстрелили, было определенно негативным обстоятельством для члена совета О-5. О-5-1 попытался встать, только чтобы обнаружить, что он не чувствует ног. Становясь все слабее и слабее, безнадежно он карабкался по растрескавшейся сухой земле. Его разум все больше заволакивался туманом забвения. Вскоре он забыл, где он, что он там делал, кто его подстрелил и даже свое настоящее имя. Он перестал пытаться двигаться. Это больше не имело смысла. Он умрет. Ну, по крайней мере, его запомнят. Он уставился в синее небо. Палящее солнце никак не меняло ситуацию. Становясь для него, все холоднее и холоднее. Он понял, что никто не придет. И принял это. Как вдруг, внезапно, тень накрыла его. Он посмотрел направо и увидел на камне за ним мужчину в костюме. Каким-то образом его лицо было скрыто тенью. Глаза О-5-1 расширились. И мужчина в костюме достал пачку сигарет из кармана пиджака. Вынул одну и предложил О-5. SCP-4999 вскрикнул О-5-1. SCP-4999 тихо кивнул в ответ, снова предложив жестом сигарету. О-5 вежливо взял ее. SCP-4999 достал еще одну для себя и зажег обе. Все точно так, как и было описано в файле объекта. Как вышло, что ты пришел ко мне, одному из наиболее могущественных людей на земле? У меня друзья и союзники по всему миру. SCP-4999 встряхнул головой. Он отложил зажигалку и извлек фото, сделанное на полароид, которое вручил О-5-1. Там были все члены совета О-5, сидящие на стульях. Все 13, кроме О-5-1. Ну, кроме старого О-5-1. Ведь новый уже сидел со счастливым лицом прямо за О-5-2. Совершенно новое лицо. Все остальные выглядели, как и прежде. О-5-1 изучил фото. Они, правда, так быстро его забыли? Собирая в памяти то немногое, что осталось от нее, он понял, что никогда и не знал, кто был прошлым О-5-1. Ну, или О-5-2. И так далее. Их просто заменяли. Старые менялись на новых. Теперь это случилось и с ним. И случится с О-5-2 и О-3. И прочими советниками после их смерти. Совет продолжал свою работу. Но индивиды оставались позади. Нет, это просто... Я не могу. Я О-5-1 закричал, когда ощутил острую боль в животе. Слишком много движений. Слишком много открытий и стресса. SCP-4999 положил руку на плечо О-5-1. И тот сразу почувствовал себя спокойно. Ему нужно было отдохнуть. Отпустить и принять. Два глубоких вдоха и выдоха. Последние вдохи, которые делал О-5-1, успокоили его. SCP-4999 улыбнулся и продолжил курить. Немного времени они провели в тишине. Прежде чем О-5-1 задал новый вопрос. Ты ангел смерти? SCP-4999 встряхнул головой. Факт был в том, что во всех своих исследованиях аномалий, связанных со смертью и существованием после неё, SCP-4999 не был замечен. Совсем никак. Он не убивал всех этих одиноких людей. Откуда бы они ни были и к чему бы ни принадлежали. Он просто стоял около них, как маяк надежды. Надежда на то, что вне зависимости от того, что будет дальше, они будут готовы. Им знать, что будет дальше, не обязательно. Им важно знать, что они готовы. Это их воодушевляет. Да, SCP-4999 убеждался, что люди воодушевлены. Почему ты делаешь это? SCP-4999 вздохнул и уставился в глаза О-5-1. В этом взгляде О-5-1 увидел прошлое SCP-4999. Он увидел людей, от больших знаменитостей, да и два заметных, места. И современные, и древние, давно забытые воспоминания. Промежь этого всего была пустота и ничто. Это был не SCP-4999. Это было нечто куда большее, чем SCP. Это были все вещи, что из ряда вон. Все неправильно написанные программы. Каждый скрытый тенью человек. Каждая покрытая тайной аномалией. Все было под ним, как под зонтом. Имея так много имен, у него не было такого, каким бы он назвал себя. О-5-1 снова спросил. Почему ты делаешь это? Человек без имени ответил виноватой улыбкой. По правде говоря, он и не знал, почему его тянет к каждому забытому человеку. Это просто была его роль. Его роль в чем-то большем. Были и другие люди вроде него. Люди, которые присматривают за нами. Стражники неизмеримой силы. Что еще делать с неизмеримой силой, если не помогать тем, кто нуждается? Помогать как тем, кто был важен, так и тем, кто не имел никакого значения. Никто знал, каково это быть забытым. Потому что никто был таковым. Был это и SCP-4999, а еще и критик, и администратор, и бездомный, и бог, и что-то совсем иное. Он просто не мог бросить эти воспоминания. Никто был всеми этими собранными воспоминаниями. Он был всеми. О-5-1 был лишь одним из имен этого длинного списка. Со всей силой, что он мог собрать, О-5 схватил за руку никто. У него было столько вопросов. Как никто начал быть именно в такой форме? Настанет ли такое время, когда его не будет? Что будет потом? И снова О-5-1 понял, что все это не важно. Он будет забыт своими друзьями. Он будет забыт семьей. Всеми, с кем он когда-то общался. Но его воспоминания продолжат жить. А раз это так, то не важно, что будет потом. О-5-1 был готов, и никто это знал. Никто ему это напомнил. О-5-1 ослабил хватку. Никто задержался на момент, а затем пропал.